Добрый день, уважаемые участники конференции. Я, прежде чем начну свой доклад, просто прокомментирую предыдущий вопрос про тех, кто находит работу по направлению робототехника. Я сам заканчивал направление роботехнической системы комплексов в 1996 году и ни дня не работал по специальности. Соответственно, может быть, это тоже какой-нибудь вывод, который можно сделать. Я всю жизнь работаю в образовании, и еще раз повторяю, хоть имею техническое образование, но работаю в педагогическом вузе. Соответственно, конечно, область применения робототехники постоянно растет, но в нашей стране те самые выпускники, которые заканчивают это направление, и вот мои коллеги, с которыми я в свое время учился, мы с ними общаемся, и до сих пор многие не работали то же самое ни дня по специальности. То есть, как говорится, выводы можно будет обсудить в куларах. Я хочу представить вам свой доклад, посвященный модели взаимодействия. Модель взаимодействия нашей магистрской программы, которая развивается в МПГУ. Я представляю Институт математики и информатики МПГУ. Соответственно, педагогическое направление – это наше базовое направление. Направление, которое развивается, развивалось достаточно давно. Но в рамках Института математики и информатики я, как заместитель директора, отвечаю за именно IT-направление. Соответственно, магистратура, которую я сейчас буду представлять, она новая. Она только появилась, и, соответственно, выпускников у нас еще нет. Есть только первый курс, который сейчас, собственно, обучается. А базовое направление кафедры, в которую я возглавляю, это кафедра прикладной информатики, вычислительной математики. Это, прежде всего, бакалавриат по прикладной информатике. То есть вот такая вот ситуация, когда у нас в педагогическом вузе есть техническая направленность. Я постараюсь рассказать, как мы выходим из ситуации, когда нужно, с одной стороны, обучать вообще технарей, если мы говорим с другой стороны, это педагогический вуз со всеми его реалиями. Начну с того, что действительно есть серьезная цель, цель, которую мы ставили на уровне института, и это, в общем-то, цель, которая есть вообще, наверное, в вузах сейчас. Она основана на том, что необходимо наладить взаимодействие образовательной организации и фирмы-разработчиков программного обеспечения. Естественно, основные задачи, которые тут решаются, они выведены на слайд. Это реализация стратегии импортозамещения использования отечественного ПО. Но эту задачу я выделил вперед, потому что становится все время актуальной, сейчас тем более. Кроме того, именно фирма-разработчик, которая знает все о своем программном продукте, позволяет намного лучше сформировать при совместном обучении необходимые знания и умения работы в прикладных программных решениях. Ну и кроме того, так как студенты, в общем-то, привыкли по определению работать индивидуально, естественно, нужно развивать проектную работу, готовить их к работам в команде, и, соответственно, вот в рамках нашей магистрской программы это подготовка к проектам по цифровизации образовательной организации. Причем мы не выделяем какой, мы рассматриваем как образовательные организации в плане дополнительного образования. Собственно, предыдущий докладчик как раз об этом говорил, это один из наших таких проектов, который начался, мы работаем совместно, и, соответственно, на мой взгляд, у нас не очень много проектов вообще в стране, связанных с доп. образованием. И именно дополнительное образование действительно должно здесь таким образом по названию дополнять то, что дают организации основного уровня образования. Плюс это все проекты, которые связаны со школами, корпоративное обучение, ну и действительно любые, еще раз как здесь написано, любые уровни сложности проектов. Понятно, что студенты, привыкшие работать и понимающие, например, разработку программного обеспечения как индивидуальную работу, не всегда готовы к работам в сложных проектах. То есть когда действительно требуется работа в команде, когда разработка — это не какая-то отдельная законченная часть, какой-то юнит или модуль, а когда именно комплексная система, которая требует выбора и обоснования как аппаратной части, как программной части, так и внедренческие процессы, процессы сопровождения и так далее. Какая форма реализации сотрудничества нами сейчас рассмотрена, и мы ее начали реализовать вот с началом этого семестра, с февраля. Сейчас у нас она идет на уровне внедрения и поддержки спецкурса. Спецкурс в рамках магистрской программы, которую, с одной стороны, ведем мы как преподаватели кафедры, с другой стороны, это методическая и техническая поддержка со стороны фирмы-разработчиков. И, естественно, мы рассматриваем этот курс как кросс-курс, так называемый. Он у нас будет реализовываться в течение года учебного. Для магистратуры этот курс большой, он составляет 9 кредитов. Соответственно, 4 кредита — это сейчас семестр, текущий. Соответственно, первый курс — второй семестр. И дальше второй курс — третий семестр. То есть вот таким вот образом они в течение половины срока обучения в своей магистратуре реализуют вот этот вот курс. Естественно, заканчивается этот курс какими-то предполагаемыми результатами. Ну и в данном случае это, прежде всего, выход на практику. Причем, естественно, нам было бы интересно, если бы это была практика, в том числе на базе фирмы-разработчиков программы обеспечения. Это научно-исследовательская работа. Мы вот здесь вот слышали сегодня научно-исследовательские работы студентов. И мы предполагаем, что на будущий год, например, мы будем готовы представить такие же работы наших студентов. Но единственное, хочется сказать, это все-таки педагогическое направление, поэтому направленность работы будет немножко другая. Ну и подготовка магистрской диссертации — это более точечные результаты, потому что действительно магистранты индивидуальные, они, многие работают, многие свою диссертацию подстраивают либо под имеющийся задел, который был в бакалавриате, либо они диссертацию пишут на основе их основной работы, то есть те, где они работают. И при этом понятно, что таких тем по определению может быть немного. То есть мы ориентируемся, наверное, на максимум 2-3 работы. Немножко информации про наш институт и про вот ту самую программу, про которую я говорю. Ну вот в целом наши магистратуры — это вот такие вот направления, которые сейчас реализуются в институте информатики и тематики МПГУ. Ну и ссылка вот ниже есть. Та программа, про которую я говорю, это магистрская программа 440401. Она называется «Проектирование цифровой среды образовательной организации». Ну и вот ссылка на описание этой программы есть. Можно ее почитать, можно, соответственно, знакомиться с такими общими сведениями о ней. И в качестве курса, который мы рассматриваем, и в качестве модели, которую мы начинаем реализовывать, это как раз модель взаимодействия с компанией «Базальт-СПО» и нашей кафедры. Вот еще раз, мы являемся выпускающей кафедрой по этой магистрской программе. И курс наш называется «Технология инструмента цифровой образовательной среды». Что касается основных результатов, основных направлений, которые мы сюда вкладываем, это то, что, с одной стороны, педагогическое 4404 направление, оно должно все-таки подразумевать компетенции по доработке имеющихся программных средств, внедрению каких-то компонентов программных средств в цифровую среду, либо создание таких вот решений. Мы их называем «заказные решения», потому что в каждом случае это отдельное техническое задание, это обследование предметной области, и это действительно свой, собственно, уникальный проект для конкретного заказчика, который может быть образовательной организацией. Ну и, естественно, этот процесс предполагает анализ данных и анализ тех программно-аппаратных средств, которые здесь могут использоваться. Естественно, школы в этом направлении достаточно сильно заорганизованы, у них есть регуляторы, которые не позволяют им распоряжаться ПО и внедрять те программные решения, которые они хотят. Но мы рассматриваем, еще раз повторяем, все образовательные организации, в том числе образовательные подразделения, которые есть в каких-нибудь фирмах-разработчиках, в каких-нибудь крупных предприятиях, которые, в общем-то, иногда на нас выходят и таким образом дают нам условный заказ на подготовку таких специалистов. Структура курса у нас, ну не знаю, насколько хорошо видно, представлена в системе дистанционного обучения инфода. Ну и то, с чего мы начали, это вот, если видите, внизу есть вот такой вот раздел, посвященный цифровой образовательной среде на базе программного комплекса альтообразования. У нас сюда интегрирован курс, который есть на сайте базальт-спо, курс образовательный. Студенты первое, что делают, потому что многие из них практически не знакомы с этими средами, это действительно так, и мы это прежде, чем даже курс внедрять в феврале выявили, они изучают, собственно, сам программный продукт и те среды, которые его составляют, то есть те программные решения. То есть отдельно изучают дистрибутив образования, альтообразование 9, и, соответственно, те отдельные программы, которые там представлены, в зависимости от их специализации, потому что хочется сказать, студенты, приходящие на нашу магистратуру, это очень разные студенты, и мы это, собственно, в течение первого семестра обучение выявили, потому что магистратура для нас новая, естественно, туда пошли те, кто заканчивал педагогические направления, то есть у нас педагогические направления в основном представлены направлениями математика-информатика и информатика-экономика. Плюс туда пришли те студенты, которые изучали прикладную информатику либо информационные системы, то есть 9-ю группу заканчивали, бакалавриата, плюс есть те студенты, которые пришли из других вузов абсолютно с других направлений, то есть это такой разный, очень разный разношерстный подбор вот тех самых базовых компетенций на входе, которые у нас есть, и которые мы получили вот от абитуриента. Естественно, наша задача их сначала познакомить с общими программами, которые входят в пакеты альтообразования, потом предложить им на выбор те, которые им будут интересны, то есть мы их условно разделили на три таких группы, с одной стороны это методисты, те, кто занимается именно информатизацией учебного процесса, это те, кто занимается администрированием, ну, соответственно, будет заниматься администрированием, продукты для администрирования, ну и те, кто занимается внедрением. Естественно, можно догадываться, что внедрение — это в основном те, кто у нас заканчивает направление прикладной информатики либо информационной системы ну а первое это те самые большие педагоги то есть те кто закончил бакалавриат по педагогическом направлении ну и в конце вот здесь вы если видите внизу есть сертификат который они должны получить для того чтобы набрать определенные баллы в больно рейтинговой системе вот у нас вузе эта система с 20 года является такой ведущей в плане оценивания то есть больно рейтинговой системы при переходе на пандемию она стала заменять ряд определенных таких вот учебных действий ну то есть понятно что определенный процент к рейтингу это вот то что их мотивирует на изучение этого курса и получение сертификата очень коротко пропит технологии потому что они в общем-то достаточно известные типовые которые здесь используем естественно мы отдельно выделяем только основные но во-первых это коммуникативное потому что еще раз повторяю они практически не готовы работать в проектах а вот именно проектная работа и работа в команде для них здесь является очень важной мы идем даже на то что она у нас нет курсовых работ в рамках магистрских программ но есть определенные работы которые выполняются ими совместно то есть условно если это курсовая работа она пишется обычно индивидуально мы идем на то что это может быть совместный проект речь возможно идет в будущем о совместных работах выпускных пока это обсуждаемо это достаточно сложно в нашем вузе с точки зрения действующих нормативных документов но тем не менее возможно в этом отношении нам тоже получится реализовать такую задумку технологии опережающие обучение ну естественно элементы игровые мы обязательно вставляем то есть соревновательные потому что это в общем-то проверено мотивирует всегда тем более современных так сказать реалиях когда игра это все равно интертеймент превалирующие то что есть в области информационных технологий для очень многих в том числе для магистрантов не только для детей 6-9 лет ну и собственно задачи которые здесь говорил да я быстренько повторю формирование компетенции по внедрению управления образовательной организации ну и в целом алгоритм я его частично уже рассказал он основан на вот еще раз повторяю о том что мы реализуем вот эту вот модель взаимодействия начиная с февраля а несколько пунктов у нас уже реализовано первые три то есть они изучают дистанционный курс а естественно идет обзор технологии продуктов на базе базальт из по пакета альтообразования они изучают дистанционный курс по выбранным направлениям тоже я в скобках указал те самые группы которые мы выделяем планируемое проведение мастер-классов вместе с базальт из по и изучение реализованных кейсов и опытов по цифровизации естественно со стороны компании разработчика плюс мы готовы рассказать про свои потому что опыт определенный есть он накоплен понятно что речь идет чаще всего не обойт по но тем не менее нужно понимать что определенные так сказать моменты положительные моменты их тоже можно проецировать на наш с вами вот такой вот прохождение практики и стажировки на базе базальт из по выбор дополнительных курсов публикации результатов это естественно потому что студентов есть научно-исследовательская работа они ее должны рассматривать именно с точки зрения результативности действий то есть выступление на конференции публикация плюс создание собственных разработок которых в которые мы планируем сохранить в репозиториях у нас есть определенные репозитории проектов мы его ведем это в основном работа с другими программными средствами это разработки в основном на уровне прикладной информатики но есть определенные задумки и уже так сказать предпосылки к тому что это будут разработки именно на базе спу а ну и соответственно подготовка диссертационного исследования как такая высшая точка взаимодействия этой модели еще раз повторюсь это в общем-то не задача массовая это задача именно точечная когда студенты которые в этом заинтересованы и которые видят перспективность этого они вот таким вот образом выбирают себе в качестве диссертационного исследования результаты разработана базе спа или результаты прохождения практики ну и в качестве примеров и результатов мы рассматриваем такие вот итоговые кейсы то есть это вот анализ цифровых ресурсов и программ обеспечения для обучения то есть с одной стороны у нас есть например проприетарные сервисы с другой стороны свободную по сравнительных анализ ну и проект внедрения цифровой среды на основе свободного программного обеспечения естественно проект это должен быть серьезный технический проект со всеми атрибутами которые есть войти то есть это и техническое задание этой распределение обязанностей в команде соответствующие результаты бюджет проекта и так далее вот видимо все на этом спасибо за внимание есть мои координаты электронной почты я приглашаю коллег присоединиться к нашей работе если это вам будет интересно спасибо спасибо большое ну и за наше сотрудничество да и за внимание к нашим ресурсам правда я все время ну я так немножко даже не вопросы замечания все время говорю что конечно с точки зрения педагогики у нас мало да сейчас учителей которые активно то есть вот те которые у нас здесь здесь в зале много вообще их конечно не хватает и вот это вот производство средств производства да это наверное сейчас самая такая актуальная задача поэтому надеюсь что мы их действительно но вот через год ваших ребят увидим расскажите пожалуйста действительно пару слов все таки какие именно стажировки вот вы видите пока сейчас все наше начальство здесь мы можем к ним обратиться да давайте мы вместе их попросим что что мы можем сделать ну и соответственно я тоже вот то есть именно чуть поконкретнее когда ребята придут как нам их встретить вот ну и ну спасибо да я думаю что ребята должны во первых прийти подготовленными то есть естественно это будет наверное не в ближайший месяц а возможность сентября октября когда будет некое понимание ну вот вы видели у нас есть курс который они вообще обязаны пройти то есть это сейчас базовое учебное задание которые есть в рейтинг плане соответственно изучив альт образования мы проведем такое анкетирование по каким направлениям они бы хотели дальше это изучать но исходя из этого мы будем рекомендовать то есть это либо будут те кто будет дорабатывать некое по кто будет администрировать например или кто методически внедрять либо делиться опытом внедрения потому что многие из них это работающие учителя и средний возраст магистрантов он в общем за 20 достаточно далеко то то есть есть люди которые в общем то пришли на занятие горе а вот мы какой-то пол из этих мы его видели мы его использовали то есть понятно что там отсутствует система в целом и ваши учебные курсы в этом и помогают потому что они могут их знание приводит систем ну то есть условно следующий семестр сентябрь октябрь когда они могут прийти на стажировки и ждем от вас какие-нибудь предложения по тому как они их могут проходить в том числе я думаю смешанном формате то есть дистанционная какая-то часть это вполне естественно спасибо спасибо давайте спасибо 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 Продолжение следует...